привет это видео которое я решил записать почти без подготовки в перерывах между фармом сумрачного налета гранд мастер дело в том что прилетают вопросы о том как мне новый налет арена доказательств на этой сложности плюс я вижу бурное обсуждение этого гранд мастера в сети так что решил немножко высказаться расскажу о впечатлениях о том как мы проходили гранд мастер какое оружие и снаряжение использовали и все вот это вот но реально постараюсь коротко во первых этот гранд мастер как и сумрачный налет этой недели в принципе могут пройти только обладатели дополнения за гранью света об этом банджи написали у себя в твиттере буквально вчера и это очень странно ведь на сайте изначально сообщалось что налет будет с недельной платной эксклюзивностью а затем станет доступен для всех игроков но на деле оказалось не так нужно ли говорить о том какая волна негодования захлестнула многих игроков так что если у кого возникали вопросы на эту тему то вот вам ответ нужен за гранью света слышь купи что касается самого гранд мастера арены доказательств ну что ж это один из самых сложных гм в игре до этого все страдали на хрустальном пути или на древе вероятностей теперь вот новый камень преткновения в основном проблема тут кроется в том что на арене доказательств есть череда этапов которые сами по себе выглядят как отдельные энкаунтеры на какой-то активности как хорошо подметил один из моих тиммейтов это как новый сложный данж в начале мы попадаем на огромное открытое пространство где сражаются кабал и вексы тут нам нужно уничтожить кучу противников и чемпионов а затем сразиться с первым боссом это такой подготовительный финальному боссу колосс он буквально обучает нас механики финального противника накидывает щит и генерирует специальный барьер точно также будет делать и финальный босс мы в основном держались в левом углу неподалеку от входа варлок ставил кладезь чтобы все мы могли выжить от мощных атак кстати да давайте прервусь и покажу что у нас в команде было мы закрывали либо два варлока с кладезем плюс титан со средней веткой пустотного подкласса либо потом когда уже пошли формить я перезашел на охотника и у нас был такой каноничный стак хант варлок и титан мой хант использовал нижний перекат и нижнюю ветку вместе с экзотом омниокулюс чтобы было как можно больше инвиз дыма который бы помог нам выйти из-под огня или поднять павшего союзника из оружия я использовал бремя и дзонаги электрическую винтовку вечной тайны и пустотную ракетницу с трекингом и задержкой взрыва я вообще все налетки ты прохожу примерно такой связки скаутка плюс найпа чтобы можно было повесить дебаф со скаутки и внести урон со снайперки или ракетницы моды из артефакта тут очень кстати и снайпа и винтовка работают против барьерных воителей варлок у нас была с кладезем и экзотом протокол феникса а из оружия использовалась экзот скаутка клятва небожога которая пробивает все кабальные щиты включая тот самый купол который генерирует первый и финальный босс то есть с этой винтовкой разведчика не нужно даже заходить в купол и рисковать можно просто методично отстреливать генератор прямо издалека главное учитывать что для того чтобы это работало у вас не должны быть установлены моды на антибарьерные патроны винтовки разведчика также варлок носила револьвер для оглушения неудержимых чемпионов и создание сфер распутина титан был с анархией снайперской винтовкой с антибарьерными патронами и пустотной импульсной винтовкой с неудержимым модом а экзотик конечно же урса фьюриоса перчатки которые помогают быстрее восстанавливать чит за счет поглощаемого урона хоть и срабатывало это конечно не всегда на втором этапе налета мы попадаем внутрь танка и тут сражаемся с другими танками вполне в духе кабал этот момент для многих стал одним из главных камней преткновения да и мы сами охренели когда в первый раз сюда попали однако теперь когда приловчились на фарм налета расскажу что делаем проходим в правый угол и тут вот и стоим два щита спереди служат неплохим укрытием от шквала огня сначала отстреливаем только снайперов наверху иначе они ваншотнут потом занимаемся чисткой мобов маленькие танчики забыл как они называются практически ваншотаются ракетницей с пустотным уроном кстати да тут всего на пилоты с пустотными щитами это тут еще мем большой проблемой могут стать не только чемпионы которых тут будет полно а еще и здоровый мажор с солнечным или электрическим щитом который появляется на центре этих противников сбивайте наверное даже раньше чем чемпионов не жалейте ульту варлок ставит кладезь по кд титан поднимает щит тоже как можно чаще когда зачистите первые волны мобов оставьте одного какого-нибудь маленького с недобитым хп и обойдите весь зал соберите пачки патронов потом добейте моба и тогда из ангаров поедут танки и вот тут начнется ад фокусируйтесь сначала на том который был ближе к правой стороне я дебафал его винтовкой разведчика давал выстрел из кидзанаги и потом пара ракет и все танка нет второй танк может долгое время по вам вообще не стрелять так что у вас даже будет возможность почистить остальных мобов и чемпионов потом второй танк скорее всего приедет на вашу сторону с ним повторяйте то же самое дебаф ракеты дзанага или анархия что там у вас будет и да тут будет полно чемпионов иногда они будут подходить стараться ближе к вам так что за этим тоже нужно следить вам нужно их будет отстреливать либо после того как избавились от танков либо в перерыве между первым и вторым на видео вы видите какая чехарда происходит но на самом деле тут мы уже знали что делать и действовали более-менее тактично остальное налет до босса проходите осторожно не спешите тут полно снайперов и турели в неожиданных местах так что вот прям учитывайте что вас могут просто ваншотнуть из-за угла особенно на этапе с гусеницами и реликами там прям смотрите по верхам есть снайпера и есть те самые турели ну а на боссе я думаю вы и так в курсе проходить это стоя на земле просто нереально поэтому все проходят финальное сражение забравшись на верхние ярусы за текстуры буквально это слегка помогает но это не панацея не надо думать что это вот имба сейчас за текстуры залезу и изи нет тут все так же можно умереть всей командой и отправиться на орбиту можно провалиться за текстуры и не выбраться оттуда никогда и все такое так что вот я на видео показываю как туда забраться и где примерно стоять отстреливайте мобов домашки потихоньку босса через перила например пролетают пули а когда тот накинет купол игрок с клятвой небожога должен отстрелить генератор да это долго но это относительно безопасно так что пользуйтесь в целом же в этом сезоне мне все еще нравится проходить гранд мастер налеты даже несмотря на такой от по сложности это не обязательно активность вот что нужно помнить это активность именно как арена для тех кто ищет сложный и потной игры и этого гранд мастер накидывает игрокам сполна что ж удачи вам